Привет! Едем на скорую сейчас, потому что у меня симптомы очень плохие. Мы уже позвонили в клинику и нам сказали, что с такими симптомами лучше ехать на Мерженсиру. Есть боль в груди, температуры пока нет, но глаза горят, я вижу, что у меня глаза красные. Какая-то задушка немножко появляется. Даже не знаю, что думать, но возможно всё, поэтому едем, пока мы спорим. Сказали тест, не знаю, будут брать, не будут брать, но надо, чтобы посмотрели. Голова болела по чуть-чуть несколько дней, сейчас уже она просто тяжёлая, у меня всё тело бялое, у меня всё... Я не могу ни стоять, ни ничего, мне хочется прилечь. Температуру меряю постоянно, температуры нет пока. Но талинол я выпила, я думала, что мне может лучше стать, лучше не стало. Едем в наш госпиталь, посмотрим, что дальше будет. Я уже в клинике. Я уже в клинике. Я уже в твоей очереди. Такой вот приёмный покой. Не померили температуру. Не знаю, как мне сложно через банку. Не померили температуру уже и давление. Взвесили и вот такую вот штуку наклеили и жду своей очереди на приём. А со мной ещё два человека здесь. На ресепшене. Все в профессиональных масках, не в таких простых. Стоит полиция тоже в масках. Мы уже не пустили. Ну, в принципе, ему это и не надо. Потому что здесь, ну, пока я со своим английским справляюсь, но если надо будет переводчик, то здесь есть переводчик электронный. Жаль, 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 я кашляю, это очень сильно, я не знаю, как сложно. Если у меня ничего нет, то, возможно, я здесь это всё найду. Потому что... Слышите, да? Вот у человека такой тяжёлый кашель. Я не знаю, можно было ещё сидеть ждать дома, но мне просто резко сегодня стало уже хуже. Температуры нет. У нас жар такой здесь и кашель только-только начинается. Я даже не знаю, что хуже, переболеть или сидеть ещё дома бояться, чтобы не прихватить это. У моих дома ни у кого нет ничего. Абсолютно. У меня уже такая слабость, я уже не могу сидеть, мне хочется лечь. Голова болит, вот голова тяжёлая и голова болит. И глаза такие горячие, иногда просто вот такой жар в глазах. Я уже здесь три часа. Я уже здесь три часа. Знаете, уже можно заболеть даже потому, что ты здесь сидишь. Мне сделали кардиограмму и взяли кровь из вены. И я сижу и жду, я не знаю, чего я жду. Или они сделают анализ и потом уже отпустят. Или я не буду ждать анализа. Но пока жду, пока принесут документы и отправят, сказали, домой. Так что теста я проходить не буду. Наверное, если бы я точно знала, что мне его не сделают, то я бы и не ехала бы сюда. Мне жало бы тихонько себе и болело дома. Три часа, я уже не могу на стульчик здесь. И людей, кстати, очень мало. И вот здесь вот этот вот холл для ожидания. Мы когда-то уже здесь были. Здесь с родственниками вместе сидели. А сейчас здесь не пускают никаких родственников, только конкретно больной. И все вот делают прямо здесь. Здесь меряют давление. И приходит доктор, проводит консультацию прямо на стульчике. И прямо на стульчике здесь у меня в холле взяли кровь. Анализ крови из вены. Ну, все меры они соблюдают. Я вижу, они все в масках, несколько халатов, даже несколько масок. Нет. Мы ждут. Послушаем, что скажут. Так. Вот. Идет. Вот. Идет. Идет. Продолжение следует...